Я хочу помочь вам исполнить план Божий для вашей жизни. Божий для вашей жизни. Это очень сильное, и оно способно изменить мир. Мы не должны упускать возможность достичь весь мир для Иисуса Христа. Это молитвенный марафон с пастыром Крисом. Отец, мы поклоняемся тебе. Спасибо за твою любовь, благодать и благость. Спасибо за твое могущественное помазание среди нас. Спасибо за Дух Святой, который живет в нас. Спасибо за твое слово. Твое слово утверждено навеки. Твое слово истина. Твое слово жизнь. Спасибо за надежду, которую мы имеем в тебе. В твоем слове и в твоей любви. Спасибо за твою благодать. За то, что в любой ситуации мы можем довериться тебе. Наши глаза на тебе. Спасибо за служение Святого Духа. Мы поклоняемся тебе. Мы поклоняемся только тебе. Наш Бог. Вседержитель. Наш разум и сердце открыты для тебя, наш Бог. Аллилуйя. Добро пожаловаться на нашу программу. Как вы знаете, мы постимся и молимся. И наши глаза сфокусированы на Господе. Библия говорит, что земля принадлежит Господу. А также все, что на ней. Ничто не может застать его врасплох. Я хочу сказать вам, что то, что происходит последние несколько недель никак не пугает и не удивляет небеса. Если бы это было что-то особенное, то Бог обязательно сказал бы нам об этом. Но Он этого не сделал, потому что это ничто. Ничто. Абсолютно. Он знал, что мы сможем справиться с этим. Он дал нам свое слово, свою мудрость и Дух Святой, чтобы мы справились с этой ситуацией. И благодаря Святому Духу мы будем делать именно то, что нужно. И поэтому у нас нет никакого страха. Никакого страха. С Ним мы полны уверенности. Полны уверенности. Полны надежды. Полны веры. Где бы вы сейчас ни были, обратитесь прямо сейчас к Господу в молитве. Молитесь в Духе Святом. Поблагодарите Его за благодать, которую Он дал нам для каждой ситуации. Поблагодарите Его и почтите Его. Почтите Его. Подключите к этому своих детей. Я имею в виду тех детей, которые достаточно смышленные, чтобы присоединиться к вам. Это время молитвы. И в ней должны участвовать все. О вашем доме должно быть тихо. Тихо. Никто не бегает. Давайте относиться к этому серьезно. А именно к тому, что мы сейчас делаем. Ведь мы поклоняемся нашему Господу. Молитесь за страны и за народы. Молитесь за все страны. За лидеров стран. Пожалуйста, молитесь за них. Давайте начинать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Молитесь и за свою страну также» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Обратите на это внимание Во имя Твое Вышли мы против множества сего Господи Ты, Бог наш Да не превозможет тебя человек И поразил Господь Ефиоплян Пред лицом Ассы И пред лицом Иуды И побежали Ефиопляне Господь Бог больше Чем все силы человеческие В 13 стихе сказано И преследовал их Ассы И народ бывший с ним до Герара И пали Ефиопляне Так что У них Никого не осталось В живых Потому что они поражены были Пред Господом И пред воинством Его И набрали добычи Великое множество Мы знаем Что происходило с церковью В разные периоды истории Врагу Получалось Проникнуть только тогда Когда церковь спала И когда она Не понимала Что происходит Глаза церкви Глаза церкви не были открыты И она не видела Действий врага Но в то время Когда церковь была На стороже И молилась Никакой враг не мог Превозмочь церковь Такого Не было Ни разу Я уже говорил вам Что Свобода Которую добыли для нас Другие христиане Некоторые Некоторые Добывали ее Своей кровью И мы не можем Ее потерять Свобода Проповедовать Евангелие Во всех странах Свобода Собираться Вместе И поклоняться Господу В любом количестве Мы не можем Потерять ее Им дорого Обошлась эта свобода И мы Не должны Ее Потерять О нет Такое Не должно Произойти Со Всем чему Бог учил нас Всем что Он сделал Внутри нас Силой Святого Духа В нас С Именем Иисуса Христа Которое Он дал нам Мы должны Использовать Все Что у нас есть И все Что мы знаем Чтобы добиться этого Мы не лишимся Ничего Ни при каких Условиях Библия Говорит Не давайте Место Дьяволу Мы не дадим Ему место Мы не дадим Ему место Вместо 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 Вот почему всю эту неделю мы молимся, и мы еще не закончили. Нас ждет еще один день завтра. Но помимо таких собраний, у вас должно быть время для своей молитвы. Надеюсь, сегодня вы уделили этому много времени. Аллилуйя! Слава Иисусу! Аллилуйя! 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 Библия говорит, что мы были куплены ни серебром, ни золотом, ни драгоценными камнями, а драгоценной кровью Иисуса Христа, Сына Живого Бога. Вот ваша ценность в Божьих глазах. Спасибо. Духу Святому за это. Спасибо, Господь. Спасибо за силу Твоего Слова. Нет, Он никогда не махнет на вас рукой. Все из-за Его крови. Слава Иисусу! Библия говорит, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас. Ради вас. Речь идет о Его крови, пролитой за нас. Все это ради нас, ради вас. Еще Библия говорит, что Он изранен был за ваши грехи, то есть ради вас. Почитайте Его, поклоняйтесь Ему. И благодаря этой крови мы не можем быть побеждены. Мы не можем быть побеждены. Он способен спасти всех, кто приходит к Богу через Него. Он живет вечно и ходатайствует за нас. В вашем христианстве самая важная вещь. Пункт номер один — это помнить о Его крови. И что именно ею вы были куплены. Библия говорит, что вы куплены дорогой ценой. Вот о чем идет речь. Написано, что вы не свои, а вы принадлежите Богу, а вы куплены Им. Когда вы думаете об этом, то понимаете, что принадлежите Ему, а вы были куплены. Осознайте, насколько вы ценны для Господа. Вы куплены дорогой ценой. И благодаря той любви, которую Он имеет к нам, мы не брошены на произвол судьбы. Он никогда не оставит и не покинет вас. Никогда. Он никогда не оставит и не покинет вас. Спасибо, Господь Иисус. Спасибо за Твою благодать. Спасибо за Твою любовь. Аллилуйя. Спасибо, Господь Иисус. Аллилуйя. Одна из причин, почему мы принимаем причастие, это чтобы наши сердца всегда помнили о Его крови. В пролитой крови Иисуса находится ответ. Ответ на нашу веру. Это Его ответ. Вы можете посмотреть в Библии, как и говорил нам пастор Бенни. В ней всегда есть ответ от Бога. О, спасибо Тебе, Господь Иисус. Аллилуйя. 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 Слава Тебе, Аллилуйя. Ну, а сейчас я хотел бы... Помните, о чем недавно говорил пастор Бенни? Выглядит так, что они стали более гибкими и стали использовать все, что под рукой. То есть, они официальные лица. Знают, что у них есть что-то с помощью чего можно побороть этот вирус. Можете показать нам эту историю, о которой говорил пастор Бенни? Сейчас вы и сами все увидите. Пожалуйста, внимание на экран. Идет новая попытка проверки эффективности таблеток для зрения в качестве профилактики для работников сферы здравоохранения. Может ли это быть поворотным моментом в нашей борьбе с вирусом? Для ответа на этот вопрос я приглашаю доктора Стивена Смита, основателя Центра инфекционных заболеваний, и доктора Рамина Ускоуи, кардиолога и директора кардиоцентра Фокскол. Доктор Аскоуи, начнем с вас. Я слышала от докторов и других медработников, что гидроксин уже используется в качестве профилактики. Правда ли это и мудро ли это? Пожалуйста, ответьте. Думаю, это уже происходит, но доктора, как и пациенты, которым это прописывают, должны быть осторожны. Нужно постоянно делать кардиограммы. Каждый день или хотя бы через день, чтобы следить за изменениями базовой кривой ЭКГ. Именно так мы проводим мониторинг. Могу сказать, что многие доктора приобрели гидроксихлорохин в середине и в конце марта. И многие из тех, кто сейчас на передовой, принимают его каждый день. Он очень важен. Доктор Смит, у вас есть новые удивительные данные, полученные от пациентов с COVID-19? У вас было 72 пациента. 21 из них в преддиабетном состоянии. Это 29,2%. 34 диабетики. Это 47,2%. Средний ИМТ, индекс массы тела, сильно больных пациентов 30,7%. Расскажите нам больше об этом. 30,7% Это баллы, а не проценты. При 25 у вас лишний вес. При 30 ожирение. Чем больше мы изучаем эту болезнь, тем больше понимаем, что тяжелая ее форма чаще всего встречается у диабетиков или у тех, кто в преддиабетном состоянии. Сейчас у нас под наблюдением 21 тяжело больной пациент. 19 из них диабетики, а двое в преддиабетном состоянии. Сейчас в нашей группе пациентов нет никого старше 80 без диабета или в преддиабетном состоянии. У нас есть и молодые пациенты с тяжелой формой заболевания, и у них очень высокий индекс массы тела. У нас есть пациенты с весом больше 150 килограммов. И такое встречается очень часто. Кажется, мир только сейчас начал осознавать это. Группа из Сиэтла опубликовала свои результаты исследований. Из них видно, что 50% с COVID-19 страдают диабетом, а их средний ИМТ равен 33, а это уже ожирение. Наши исследования показали, что люди в преддиабетном состоянии тоже находятся в группе риска, особенно если у них высокий ИМТ. У нас нет никого моложе 70 с низким ИМТ или без признаков диабета. Вот как все это серьезно. Это беспрецедентный случай. Доктор Осклоуи, вы занимаетесь сердечниками, а их проблемы часто вызваны высоким индексом массы тела и диабетом. То есть все они потенциальные жертвы этого заболевания или входят в группу риска. Я не знаю, как правильно это сформулировать, поправьте меня, пожалуйста. Да, все эти факторы могут привести к плохому исходу. Думаю, согласно статистике, пациенты с легкой и средней формой COVID-19 отличаются низким уровнем ИМТ, но об этом больше расскажет Стив. Опять же, все сводится к важности потери веса, питанию и спорту, поскольку пациенты с диабетом или близкие к диабету находятся в серьезной опасности. Вчера мы с вами говорили о выводах Центра по контролю заболеваний на эту тему. Думаю, работа Стива в этом случае является очень важной. Есть две вещи. Продолжайте, Стив. Я хотел сказать, что мы лечим всех гидроксихлорохином и делаем это уже какое-то время. Нас волнует то, как это может отразиться на ЭКГ, как и говорил Рамин. Я попросил доктора Добиш стать нашим штатным кардиологом, потому что я уже более 30 лет не занимался этим. Данные показали, что среди 40 пациентов, которые приняли несколько доз этого препарата, изменения на ЭКГ были только у двоих, но при этом они принимали еще и другие препараты. Как-то так. Ясно. Подождите минутку, к лекарствам мы еще вернемся. Подождите одну секунду. Думаю, вам все понятно. Уже несколько стран стали использовать эти лекарства от малярии. Некоторые стали использовать их официально, все потому, что они уже поняли, что это лекарство помогает. Оно помогает многим. Слава Богу. У любой проблемы есть решение. И мы молимся о том, чтобы было больше смелости у тех, кто знает истину, чтобы они могли говорить эту истину и использовать ее. еще больше смелости, еще больше смелости, пусть они не боятся тех, кто выступает против, лишь потому, что хочет продать какой-то другой препарат. Что же пропагандирует этот мир? Там есть группы по интересам, но мы молимся, мы молимся и меняем то, что находится в духовной сфере. А если это? изменится в духовной сфере, то ничто уже не сможет остановить перемены на земле. Ничто. А сейчас я хотел бы, чтобы мы еще немного помолились. Бывают моменты, когда вы чувствуете побуждение молиться. И когда побуждение появляется, нужно ему следовать Аллилуйя. Нужно следовать. Нужно следовать ему. Используйте имя Иисуса Христа. Используйте его имя. Используйте его в молитве за лидеров стран. Вот за что мы молимся. Мы молимся за страны и провозглашаем, что мы останавливаем влияние сатаны на эти страны и на их лидеров. Мы останавливаем его влияние. Мы не отдадим ему наши города. О, нет. Мы не отдадим наши города дьяволу. Мы требуем наши города обратно силой Святого Духа Божьего и именем Иисуса Христа. Используйте именно эти слова. Говорите их под вдохновением Святого Духа. Ничто нас не остановит. И мы провозглашаем во имя Господа Иисуса Христа, что эти страны будут жить в свободе. В свободе. А не вернуться к своей обычной жизни. Давайте молиться. За всех людей давайте молиться. Откройте свои уста и молитесь. за каждую страну. Протяните к ним руки и молитесь. здесь все страны. Протяните к ним руки и молитесь за каждую страну, за все нации. «Откройте» Аминь. Аминь. А вы знаете, Библия говорит, что церковь — это то, что сдерживает зло. Нам нужно осознать свое место и использовать свою власть. Пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас. Я покажу вам это в Библии. Мне нравится, когда мы молимся с пониманием. Когда мы славим Бога, мы должны делать это с пониманием. И когда мы молимся, мы должны делать это также с пониманием. Я не говорю только о нашем понимании. Мы молимся в духе. Важно молиться с пониманием, с пониманием, что такое молитва. Так мы молимся точно. Это очень важно. Пожалуйста, выведите это сейчас на экран, чтобы я мог показать. Показать то, о чем мы говорим. Давайте посмотрим на второе послание Фессалоникицам. Вторая глава. Начиная с шестого стиха. Хотя нет, давайте начнем с четвертого стиха. Второе послание Фессалоникицам. Давайте на один стих раньше. Так будет лучше. Хорошо. Третий стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет». Не знаю, помнится ли вы, но вчера я упоминал кое-что. Если у нас есть немного времени, то сейчас я вам это покажу. День Господень или День Христов — это не день Его прихода. Он только начнется с Его прихода. Возможно, чуть позже я докажу вам это, но День Господень — это на самом деле День Суда для одних и День Славы для других. Но по своей сути, это День Суда для врагов Господа, а Его народ будет благословен. Как видите, это отличается от пришествия Господа. Итак, мы читаем с третьего стиха. Теперь, пожалуйста, верните третий стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот, День Христов, не пришествие Христа, а день, который начнется с Его пришествия, не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Как я уже говорил вам, речь идет об Антихристе. Тут сказано, что этот день не придет, пока сперва не откроется Антихрист. А это означает, что День Возвращения Христа не наступит, пока не откроется Антихрист. Это ясно? А теперь давайте разберем три термина, что имеется в виду, когда мы говорим «восхищение Церкви». Это наше вознесение к Господу или наше собрание вместе с Ним. Восхищение Церкви, Второе пришествие Христа и День Христов или День Господень. Это совершенно разные понятия. Восхищение Церкви и пришествие Христа. Иногда о пришествии Христа говорят вместе с восхищением Церкви. Но вам нужно внимательно посмотреть на контекст, чтобы понять, о чем именно идет речь, но это не одно и то же. Между ними семь лет разницы. Как минимум. Семь лет. Как минимум. Может быть и больше, но минимально это семь лет разницы между этими событиями. Хорошо. А мы пойдем дальше. Это четвертый стих. Речь идет об Антихристе. Тут сказано «противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыня». Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помнится ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? Обычно, когда я дохожу до этого места, то хочу прочесть его в современном переводе. Разве вы не помните, я ведь говорил вам об этом, еще будучи у вас, и теперь вы знаете, что удерживает его? Я имею в виду Антихриста, сына погибели. От выступления до того, как придет его время. А теперь покажется нам еще, пожалуйста, и расширенный перевод, чтобы все стало еще яснее. Так, пожалуйста, не выключайте. И ныне. А вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время? Все это для того, чтобы он мог проявиться в назначенное для него время. То есть, есть назначенное время для проявления Антихриста. И вы знаете, что не дает ему открыться в это время. Все это для того, чтобы он мог проявиться в назначенное для него время. Далее, следующий стих. «Ибо тайна беззакония, скрытый принцип бунта против установленной власти, уже в действии, только не совершится, только до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». Именно это место я хочу объяснить вам сегодня. Здесь сказано «пока не будет взят удерживающий». Некоторые люди считают, что речь о Святом Духе. Позвольте мне помочь вам в этом. Библия говорит нам о трех элементах, сдерживающих зло на земле. Номер один — это правительство. Библия говорит, что правительство сдерживает зло. Сказано, что власти от Бога. И они сдерживают зло. Это номер один. Номер два — это Дух Святой. Он тоже сдерживает зло. Иисус сказал, когда Он придет, то обличит мир о зле, праведности и суде. То есть Дух Святой действительно сдерживает зло. Номер три — это церковь. Библия говорит, что мы свет миру. А если свет светит, то тьма исчезает. Получается, что мы тоже сдерживаем зло. Есть несколько стихов, подтверждающих это. Они есть на экране. И вы можете их записать и изучить спозже. Итак, важно, чтобы вы понимали, что эти три элемента сдерживают зло на земле. Давайте разберемся, о ком из этих трех говорится во втором послании. К Фессалоникицам, второй главе, шестом и седьмом стихах. Во-первых, это не может быть правительством. Почему? Потому что во время Антихриста правительства все еще будут. Кстати, когда Антихрист придет, он захватит некоторые правительства и установит свое правительство. Некоторые правительства будут существовать наряду с его правительством. А когда Иисус вернется, Библия говорит, что царства этого мира станут царствами нашего Бога и Христа. То есть правительства не исчезнут. Такой феномен, как правительство не исчезнет с земли для того, чтобы смог явиться Антихрист. Поэтому речь не о правительстве. Номер два. Некоторые считают, что это Дух Святой. Я так не думаю. Почему? Потому что Дух Святой не будет забран с земли. После того, как Антихрист откроется, Дух Святой сделает так, что 144 тысячи еврейских юношей начнут служить по всей земле. Он сам выберет их и побудет их служить в то время по всей земле. Во-вторых, Дух Святой будет действовать через двух свидетелей, которые были пророками Божьими. Он будет служить через них и использовать их. В-третьих, Библия говорит, что многие отдадут свои сердца Господу. Их будет так много, что невозможно сосчитать. Все это будет в период Великой Скорби. И единственный способ, как эти люди будут спасены, только благодаря силе Святого Духа. Следовательно, служение Святого Духа будет продолжаться и в период Великой Скорби. Хочу уточнить, что настоящая скорбь начнется во второй половине этих семи лет. Итак, в этот период Дух Святой будет служить. А это означает, что он не будет убран с земли. Я подготовил все эти места Писания специально для вас. Поэтому остается только один вариант. Согласно первому посланию Фессалонгийцам, 4 главе 16 и 17 стихам, мы будем взяты с земли. Из трех элементов, сдерживающих зло, только Церковь будет взята с земли перед проявлением Антихриста. Поэтому нет никаких сомнений, что единственный, сдерживающий зло элемент, который будет убран с пути, это Церковь в силе Святого Духа. «Правительство и Дух Святой не покинут землю». Аллилуйя. Хочу напомнить вам, что есть пять разных восхищений. Всего их пять. Пять разных восхищений. Я уже рассказывал вам об этом. Библия говорит о вознесении Иисуса Христа и тех, кто ушел с ним. Об этом вы помните? Когда Иисус Христос воскрес, Он забрал с собой некоторых людей. Все отправились на небо. Это тоже вознесение. Слава Богу. С этого все и началось. Затем Христос придет за Своей Церковью. И это мы называем Вознесением Церкви. Это еще одно Вознесение. Это номер два. Номер три. Это Вознесение 144 тысяч в период Великой Скорби. Вознесение номер четыре. Это Вознесение двух свидетелей. Библия говорит, что они будут убиты прямо на улице. Они будут убиты, и весь мир увидит их. Но затем они воскреснут из мертвых. Библия говорит, что Дух Божий войдет в них, и они воскреснут из мертвых. И весь мир увидит это. Прекрасно так же, что весь мир увидит, как они будут взяты с этой земли. Это будет удивительно. Это будет великолепно. Далее номер четыре. Вернее, это был четвертый номер, а сейчас переходим к номеру пять. Это великое множество святых, которых обезглавливали, мучили и убивали. Они прошли великую скорбь. И будут взяты с земли как раз вовремя, чтобы присоединиться к нам на свадебном Перу Аганцем. Это будет прекрасно и вовремя. Внезапно мы увидим их на небе. Они присоединятся к нам. Когда мы будем обсуждать эту тему, то поговорим об этом детальнее. А сейчас мы говорим о том, что сдерживает зло. Бог ожидает, что мы будем сдерживать зло именно мы. Потому что мы — свет миру, и мы сдерживаем это зло, находящееся вокруг нас. Это значит, что Господь ожидает этого от нас. Он дал нам власть для этого, а значит, мы можем это делать. А когда мы провозглашаем что-то, то это уже утверждено. Слава Богу! А знаете, какую ошибку допустил дьявол? Он нас разозлил. И мы начали действовать. Мы действуем. Мы действуем. Аллилуйя. Где бы вы сейчас ни были, поблагодарите Господа. Поблагодарите Его за Его благодать. А потом провозгласите, что мы сдерживаем зло. Мы — свет миру. Мы сдерживаем зло. Именно мы сдерживаем зло. Мы сдерживаем силы тьмы от того, чтобы они излились на нас. Сатана не может излить их на нас. Сатана не может завладеть нашими городами, нашими странами, нашими улицами, нашими школами и нашими церквями. Сатана не может этого сделать. Он не сможет увековечить свое зло на земле. Мы сдерживаем зло. А вы знаете, что в 1-м послании Иоанна, 2-й главе, в 18-м стихе сказано, что дух Антихриста уже в этом мире. Библия также говорит, что сейчас в мире еще действует дух беззакония. А это означает, что еще до появления Антихриста или сына погибели, мы увидим на земле действия, его силы и проявление его дел. Сатана даст ему свою силу. Сатана будет вдохновлять и направлять его. Сатана уже делает зло в мире. Уже сейчас мы видим проявление духа Антихриста в нашем мире. Именно поэтому в Библии сказано, дети, вы от Бога. И вы победили их. Кого их? Духа Антихриста в этом мире. Вы победили их, потому что больше тот, кто в вас, чем тот, кто в этом мире. И мы молимся сегодня за все страны и противостоим против сил тьмы в них. Мы выступаем против сил дьявола и тьмы. Они не будут доминировать над нами. Они никак не смогут доминировать над вами. Чтобы они не задумывали, сработает только то, что действует во благо праведникам. Мы разрушаем все планы правительства и других групп, которые выступают против Божьих целей. Мы разрушаем все эти планы во всех странах силой Святого Духа и именем Иисуса Христа. Мы разрушаем их. Мы разрушаем во имя Иисуса Христа. Мы их разрушаем. Мы разрушаем их силой Святого Духа. Мы разрушаем беззаконие силой Святого Духа и властью, данной нам Господом. Все технологические новинки, которые появляются в мире, подчиняются нам. Никто и ничто не может быть использовано против нас. Мы возьмем верх надо всем. мы будем доминировать силой Святого Духа. Он дал нам мудрость, которая больше, чем мудрость человеческая. Ожидания безбожников будут сведены на нет. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа. Иисуса Христа. Пока Иисус Христос не придет за Своей Церковью, нам принадлежат все страны. Мы отвечаем за них. Мы отвечаем за эти страны ради Господа и Иисуса Христа. мы не отдадим их дьяволу. Мы не отдадим их сатане. Мы держим эти страны. сейчас время церкви. Сейчас время церкви. У сатаны нет шансов. Это не время антихриста или его дел. Это не его час. Мы противостоим ему. Мы сдерживаем его. во имя Иисуса Христа. Мы сдерживаем его. Мы сдерживаем зло силой Святого Духа. Мы сдерживаем зло могущественным именем Иисуса. Могущественным именем Иисуса. где бы вы сейчас ни были произносите слова силы и власти. Говорите говорите эти слова во имя Иисуса. Говорите врата Ада не одолеют церковь. Силы тьмы не одолеют Иисуса и его церковь. Врата Ада не одолеют церковь. Планы сатаны не будут успешными. Его планы не будут реализованы. Силы Спасибо за Твою благодать и дар праведности. Мы правим в Тебе. Мы царствуем в наших городах. Мы царствуем над тьмой. Во имя Господа Иисуса Христа. Мы царствуем над их планами и целями. Во имя Господа Иисуса. Во имя Господа Иисуса. Мы прочтем вам еще один отрывок из Библии, а потом все вместе споем эту песню. Сейдан. 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 Как возрастать вхождение с Богом, звоните нам по телефону на экране.